Здравствуйте! В эфире итоговая программа Факт в студии Сергей Довголюк. В селе Иркендык Карагандинской области, где произошла вспышка сибирской язвы, продлили карантин, сообщает Кастак. В настоящее время в больницах остаются трое заболевших. Режим ЧС продлен на три дня. На сегодняшний день ситуация стабильная. Карантинные мероприятия продолжаются. Дополнительно проверяются пробы почв после дезинфекции, сообщил представитель Минсельхоза Марат Мухтаров. Напомним, 19 июня в Карагандинской области была зафиксирована вспышка сибирской язвы. В результате были госпитализированы 10 человек, два из них скончались. Казахстан занял 113 место из 178 в индексе стран с опасным уровнем рисков. Слабости государств мира 2016 сообщается на сайте Фонда мира, передает Кастак. Согласно индексу, Казахстан был отнесен к группе стран со средним уровнем рисков и низким уровнем нестабильности. В эту же группу вошла Армения, заняв 109 место. В число стран с уровнем стабильности ниже среднего и опасным уровнем рисков вошли Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Украина, Беларусь, Молдова. К странам с высоким уровнем нестабильности и критическим уровнем риска отнесены Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Россия. Самой стабильной страной в мире была признана Финляндия. Самыми нестабильными – Сомали, Южный Судан и Центральная Африканская Республика. Медеуский район из Суда Алматы взыскал с редактора газеты «Трибуна» Женбулата Мамая, учредителей изданий, журналиста Дениса Кривошеева. 5 миллионов тенге, пишет Костак. «Естественно, мы будем обжаловать это решение. Мы хотим создать прецедент по СМИ. Мы хотим дойти до Комитета ООН по правам человека», – сообщил Мамай. При этом он отметил, что судебный процесс прошел с многочисленными нарушениями. Напомним, директор ТОО Алматы Жарнама Султамбекс из Дыков подал иск в суд на 15 миллионов тенге из-за публикации на сайте tribunakizet.com. Еще один иск с требованием опровержения опубликованной статьи был подан к газете ТОО Алматы Жарнама. При этом денежных взысканий компания с издания не потребовала. В Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области рассматривается возможность введения формы для педагогов по примеру в школьной форме, сообщает Костак. Сегодня мы рассматриваем возможность введения формы для учителей, не обязательно единого образца. Каждая школа может выбрать свой фасон. В начальной школе Зыряновска номер один уже принят единый стиль для педагогов, сообщил руководитель районного отдела образования, физической культуры и спорта Аркадий Исаев. Как отметил руководитель, в связи с тем, что с введением в школах района единой формы у учащихся отмечается повышение опрятности и дисциплинированности. В настоящий момент в отделе рассматривают возможность распространения данного опыта на учителей. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Вы смотрите программу «Факт» на Рико-ТВ и мы продолжаем. Октюбинец и двое его сыновей, тяготеющие к радикальному исламу, получили сегодня тюремные сроки за попытку примкнуть к сирийским джихадистам. Вместе с ними за колючую проволоку отправились еще девять их единомышленников. Согласно приговору суда, оглашен МОВ в первой половине дня судей суда номер два Ирланом Бакаджаном, осужденные пробудут в колониях от шести до восьми лет. Продолжение темы в следующем сюжете выпуска. Следствие по делу 12 подсудимых длилось чуть более трех месяцев. Судебных заседаний также было немного, всего три процесса. Сам суд проходил в закрытом режиме, но на оглашение приговора сегодня допустили родственников религиозных фанатиков. На протяжении всего заседания они плакали, тогда как сами подсудимые пребывали в хорошем настроении. Судья тем временем напомнил, в чем они обвиняются. Подсудимые запланировали незаконно выехать из страны на территорию Сирии для участия в вооруженных столкновениях в составе ИГИЛ. Для этого они связались по интернету с вербовщиком террористов и приняли меры по изготовлению поддельных документов на имя граждан Кыргызстана и Узбекистана. Примкнуть к сирийским джихадистам октябинцы решили зимой этого года. Уладив все дела с поддельными загрампаспортами, они наняли микроавтобус. В путь они двинулись вместе с женами и детьми, однако за пределы области так и не выехали. Их задержали представители спецслужб. Чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, мужчины тогда сбрили бороды. Сегодня Фемида десятерых верующих приговорила к шести годам каждого с отбыванием срока в колонии общего режима. Еще одному осужденному дали срок на год больше – семь лет. А вот 12-й осужденный проведет 8 лет в строгих условиях содержания. Вы признаетесь виновными в создании и участии в террористической группе, финансировании террористической и экстремистской деятельности, а также приготовлении и покушении на преступление. Приговор суда вступит в законную силу в течение 15 суток. За это время вы можете подать апелляцию на его обжалование. По приговору суда все ваше имущество будет конфисковано в пользу государства. Оглашение приговора в конце превратилось в импровизированную пресс-конференцию. Вам все понятно? Да. Вопросы есть? А мы можем рассчитывать на условно-досрочное освобождение? Все будет в рамках закона. Родственники осужденных заявили, что обжалуют приговор. С самими верующими, получившими срок, в будущем будут работать теологи. Примечательно, что среди тех, кто отправился за колючую проволоку, есть отец и двое его сыновей. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт». Судебное следствие по делу господина Ундергенова подходит к концу. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам начались прения сторон. Это заключительная стадия процесса. Свыше 70 томов уголовного дела, больше сотни опрошенных свидетелей, с десяток адвокатов. Год расследования, два месяца судебного следствия, 30 страниц обвинения. В центре внимания Миржан Ундергенов, бывший депутат областного Маслихата, глава ТОО «Автопарк». Все точки над «ы» расставлены, обвиняемые виновны, заявила гособвинитель Амангульжу Моголиевым. Она также призналась, что лично у нее это дело вызвало огромный профессиональный интерес. К тому же прокурора, похоже, впечатлил профессионализм господина Ундергенова. Ундергенов действительно является высококлассным специалистом в сфере автомобильных перевозок. И именно это качество дало ему возможность разработать простую и в то же время гениальную схему завладения бюджетными средствами, которые подлежали поступлению бюджет, деньги, которые могли бы пойти в детский дом, деньги, которые могли бы пойти инвалидам. Однако данные денежные средства были похищены Ундергеновым. Как заявила гособвинитель, обвиняемому инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах с хищением из казны более 4,5 миллиардов тенге. Создание и руководство организованы преступной группой, вымогательство с угрозой применения насилия, легализация имущества, добытого преступным путем, и незаконные лишения человека свободы, не связанное с его похищением. Это об экс-партнере, обвиняемого Бауржане Перманове. Он выступает потерпевшим. Ербола Адилова, правую руку Миржана Ундергенова, судят за мошенничество и участие в организованной преступной группе. Осейкин Жалина, Алимжан Молдабеков. Программа «Факт». Аким области Бердебек Сапарбаев проехал по основным местам выбросов сероводорода в городскую атмосферу. Поездка была организована с целью выяснить причины столь частых, в последнее время наплывов на город устойчивого смрада. Посмотрев на состояние полигона ТБО и очистных сооружений, глава региона остался недоволен работой октябинских коммунальных служб. Маршрут поездки руководителя нашей области начался с переезда через железнодорожный путь на промзону. Там начальник департамента экологии Жаксыгали Иманкулов рассказал об основных предприятиях, сливающих отходы в общую канализацию, а также о превышении предельно допустимого фона сероводорода в местной атмосфере. 70% загрязнения атмосферы города, это вот приходится на то ли этих трех предприятий АЗХС, ТЭЦ и Фирославный завод. Мы сегодня с вами посмотрим, какие объекты и что влияет на атмосферу города Ахтюбе, вот совместно с нашими департаментами. Мощность этой станции 93 тысячи кубических метров. КОСТ принимает 103 тысячи кубических метров в сутки. И получается таким образом, вот она наша промзона, вот эта ветка принимает отсюда, поэтому она ощущает очень большую нагрузку. Мы так предполагаем, здесь технологов наших с КОСТа нет, что здесь у нас технологически получаются залповые выбросы по газам. Далее глава региона посетил окраины города и поговорил с местными жителями об экологических проблемах. В частности, жильцы домов в районе Шанхая жалуются, что по вечерам здесь просто нечем дышать. Вот все здесь специалисты посмотреть, что надо сделать, чтобы этого запаха поменьшить. Вот запах, извините, детей, запах нельзя, вот так нет. Вот здесь же мы соска. Вот это Казабарин, сейчас мы изучим, потом будем принимать соответствующие метры. Посетив также поля испарения, полигон твердобытовых отходов и канализационные очистные сооружения, Бердебек Сапарбаев для подведения итогов поездки провел совещание в здании АУ Акбулак, в ходе которого Аким выразил неудовлетворение работы компании Тазакала по содержанию городского свалочного полигона. Я считаю, что это первое упущение Акимата города, второе упущение Туо Тазалху. Я уже новому Акему говорил, об этом я неоднократно говорил и бывшему Акему, к сожалению, никаких мер принятых не было. Вот этот Тазалху, очень непонятно, чем они занимаются, контроля нет. Я в конце скажу, что надо делать с этой организацией, чтобы они занимались. Хотя бы можно же на те же деньги, которые получают от завозимых мусоров, закрытый весь мусор. Кроме того, Бердебек Сапарбаев потребовал от руководства Департамента экологии более строгих мер к предприятиям, сливающим отходы в общую канализационную систему. Более подробно о поездке Акима области по самым смравленным местам города мы расскажем в пятницу в традиционной рубрике подробностей. Антон Пережогин, Алимжан Молдовеков, программа «Факт». Дождь с грозой и порывистый ветер прогнозируют синоптики ночью в районах нашей области. Плюс 12, плюс 17, местами до плюс 20 градусов покажутся столбики термометров. Завтра днем до 31 выше нуля. Между тем в городе в ночь на среду ожидается переменная облачность. Плюс 13, 15, ветер северо-западного направления до 12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 29 по Цельсию. Сегодня ночью по области местами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9,14, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура ночью 12, 17, местами 20. Днем 26, 31 тепла. В городе переменная облачность. В первой половине ночи дождь. Ветер северо-западный 7, 12 метров в секунду. Температура ночью 13, 15, днем 27, 29 тепла. Состояние жительницы Байганинского района, впавшую в кому после удара молнии, не улучшается. Женщина по сей день находится в коме. За ней присматривают врачи отделения реанимации БСМП. Напомним, несчастный случай произошел неделю назад во дворе частного дома. Из-за полученной электротравмы у 31-летней сельчанки поражены внутренние органы. Ее без каких-либо признаков жизни первыми обнаружили соседи. Поражение молнии было доставлено 4 июля с Байганинской ЦРБ. В данное время с тех пор находится в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи. Состояние остается крайне тяжелым. Получается соответствующее лечение. Транспортировка в данный момент нетранспортабельная. Сотни актюбинцев в летний период страдают опасным сезонным заболеванием – аллергии. Она проявляется у детей и взрослых независимо от возраста и хорошо подается лечению, если вовремя обратиться за помощью. Однако, если пустить процесс на самотек, оставив его без контроля, то негативные последствия не за горами, предупреждают врачи. Если для большинства жителей планеты лето ассоциируется с долгожданным отпуском на берегу моря, то другая часть населения ждет наступления тепла со страхом и ужасом. Причиной всему – опасное сезонное заболевание – аллергия. Некоторые специалисты подразделяют недуг на три стадии – в период опыления деревьев, затем цветение злаковых трав и опыление сорняков. Те, кто уже не раз сталкивался с болезнью, в это время запасаются носовыми платками и, конечно же, терпением. Так просто болезнь не отступает. Люди, страдающие сезонной, да и вообще любой аллергией, часто просыпаются по ночам из-за дискомфорта и удушья, что мешает нормальному сну. Возникает нервозность и раздражительность. По словам октябинских аллергологов, в день с подобными жалобами в больницу обращаются 5-6 человек. С аллергией шутки плохи. Она может иметь достаточно серьезные последствия, вызывая как легкие проявления конъюнктивита или ринита, так и развитие сезонной пульсовой бронхиальной астмы, которая имеет несколько стадий течения – легкую, средне-тяжелую и тяжелую. Если аллергический процесс запустить, а многие пациенты обычно так и делают, может возникнуть уже более серьезная реакция в виде бронхоспазма, иначе бронхиальной астмы. Кроме того, в последнее время наблюдается широкое распространение такого вида аллергии, как пищевая. Заболевание возникает при нарушении работы желудочно-кишечного тракта, снижении иммунитета и наличии в организме паразитов. Если же вышеуказанные три пункта в норме, то больным следует обратить внимание на рацион питания, исключить из меню орехи, цитрусовые, шоколад, яйца и рыбу, отдавать предпочтение натуральным продуктам. Вместе с тем, говорят врачи, беспокойство сегодня вызывает и лекарственная аллергия. Но в этом случае провокаторами становятся сами жертвы. В большинстве случаев пациенты занимаются самолечением и принимают те или иные препараты без назначения врача. С такими диагнозами на стационарном лечении в ЖД больнице находится свыше 20 человек. Айсулу Махмутова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Двухмесячный Маншук Маметова, который в мае этого года житель Ясного обнаружил в выгребной яме, получает соответствующее лечение. Медики обнаружили отклонение в ее здоровье. У малышки выявлены сердечные недуги. Вместе с тем, несмотря на большое количество желающих удочерить ее, пока разрешения на это нет. Соответствующее решение после изучения документов претендентов комиссии примет в следующем месяце. На сегодняшний день Маметова Маншук у нас воспитывается с 20 мая 2016 года. Она за этот период набрала вес практически 2 килограмма. Сейчас у нее вес 5,156, рост 57 сантиметров. Девочка растет, набирает вес. Состояние девочки хорошее. Но этот ребенок прошел медицинское обследование. Напомним, что новорожденная, которой позже было дано имя Маншук, была обнаружена во время полицейского рейда с участием нашей съемочной группы. В полицию позвонил горожанин и сообщил об обнаружении в клозете ребенка. После этого малышка была доставлена в перинатальный центр, а далее в дом ребенка у МИД. Поиски матери Маншук, предпринимаемые правоохранительными органами, до сих пор не дали результатов. Сейчас в этом государственном учреждении воспитывается 54 ребенка. Семеро из них подкидыши, а 20 при рождении отказались матери. Отслеживая ситуацию с Маншук-Маметовой, редакция информационной программы «Факт» обращает внимание на проблемы детей подкидышей в целом. В детско-юношеской спортивной школе на базе бассейна «Достык» с этого учебного года начнет функционировать секция синхронного плавания. В настоящее время осуществляется набор учеников для формирования четырех групп обучения. Отбор производится среди девочек с 7-8 лет. Занятия будут проводиться бесплатно и начнутся с 1 сентября. В июле месяце на базе областной детской спортивной школы открывается группа синхронного плавания. Тренер был приглашен из города Тимиртау. Это молодой специалист, мастер спорта по синхронному плаванию. приехала с целью пропаганды и пропаганды синхронного плавания, то есть развития синхронного плавания в вашей Октябрьской области. Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова